Привет! Мы группа «Я и Друг мой грузовик» из города Днепропетровска. Приветствуем всех телезрителей телекомпании «ТЭД». Образовались мы в июле 1997 года. Из осколков группы, которая... Очень суровая группа, которая называлась «Эмофланч», в которой играли барабанщик Владимир и басист Ростислав Чабан. Славик. Славик, как он иногда любит себя называть. Так как у нас в группе был басист Славик и барабанщик Владимир, и вокалист по имени Антон, то есть я, больше у нас музыкантов в группе не было, то мы стали исходить из сложившихся факторов. И начали играть такую музыку. Бас-гитара, барабаны и вокал. Это все получилось. Вот была у нас такая группа когда-нибудь, вот с гитаристом мы играли. Да он сказал, чуваки, я поехал на Пасху домой, приеду через неделю, и все лето его не было. Вот, играть очень хотелось. Потом приехал Антон, давай пошаманим на... Там в Днепре был фестиваль, называемый «Карьер». Вот, называемый «Карьер». И мы решили пошаманить. Пошаманили, всем так понравилось, и подумали, почему бы нам это не играть дальше. Вот, в общем-то так мы... Можно я расскажу? Да, расскажи. В общем, это как бы была игра. То есть мы начали играть в группу. Потому что как может группа существовать с таким составом минимальным? Как группа может носить такое смешное название? Как группа может что-то? Поэтому мы решили, что это все будет игра. Игра в группу, игра на сцене. Это не серьезно, это все так. Да, мы не говорим, что сегодня мы работаем на сцене. Мы всегда играем. Потому что для нас это... Да, потому что для нас это всегда не работа, для нас это выступление. Это вот именно играть на сцене. Это такая штука, ну, так где-то как в театре играешь каких-то персонажей. Вот он играет роль бас-гитариста, он играет роль барабанщика, я играю роль вокалиста. Я играю барабанщика, вот, и я самый громкий инструмент, поэтому мне всегда говорят на репетициях играть тише, вот, и в зале от этого становится как бы радостно, немножко для неподготовленного слушателя, немножко больно по ушам, ну, я работаю, я учусь и скоро буду играть очень тихо, будем играть что-то медленное. Стигнешь совершенства. Да, медленное, лиричное такое. У нас как бы цели определенной нет, вот, то есть со своим творчеством мы, своим творчеством мы цель не преследуем, просто клево, клево отрываться вот таким образом, просто веселить людей, мы очень отдыхаем, ну, как, мы, мы, как бы, оно приходится прикладывать кучу усилий для того, чтобы таким образом отдохнуть на сцене, вот, как бы мы и отдыхаем, и в то же время. Да, теряем кучу энергии, но это, это, это клево, наверное. Просто, ну, я скажу, своим творчеством, как бы, мы хотели бы, чтобы люди обращали внимание на такие, какие-то моменты, то есть, они, как бы, для моментального взгляда, они, как бы, даже иногда не видны. Человек приходит в гости, его садят на кухню пить чай, тут он замечает какую-то коробочку от кассеты, говорит, ёлки-палки, как я давно искал эту музыку, как я рад вообще, что я к вам сегодня пришел. И вот из таких мелочей, как бы, складывается вся наша подоплека нашего творчества. Музыка — это энергетический канал, то есть, это даже, это смешно звучит, но это какая-то миссия, которую мы выполняем. Тексты песен придумываю я. Стихами я, наверное, их не могу назвать, потому что в разрыве отдельно от музыки они очень плохо звучат. Начинается какая-то штука на репетиции, то есть, они начинают играть какой-то ритм, какие-то аккордики. Я говорю, подождите, эта вещь называется, допустим, ну, скажем там, камешек, они говорят. Хорошо, будем знать, играю дальше. Мы думаем об этом камешке, мы пытаемся сделать образ, вот, обрисовать нотками этот камешек, чтобы людям было понятно, что это камешек. А потом уже придумывается текст, потом уже придумывается окончательно вот законченная стихотворная форма. Очень много каких-то словесных телег мы почему-то посвящаем английской группе, которая называется Джо Мираквай. В музыкальном плане, то есть, это, наверное, ну, что-то такое, которое связывает всех нас. А вообще мы все троем слушаем абсолютно разную музыку и, как бы, не очень любим рассказывать, потому что все люди, которые слышат о любимых группах нашей группы, они думают, ага, вот, значит, под кого не косят. Я могу признаться в том, что я, честно скажу, музыку слушать не люблю дома. Вообще не люблю слушать музыку. У него магнитофона дома нет, да? Не, он сломался просто, но я от этого не страдаю, честно говоря. Вот я не знаю, с детства любил, сейчас нет. Больше нравится играть, нежели слушать. Да, мы вообще-то хотим, как бы, очень хотим, наравне со всеми музыкантами, которые существуют на земле, что-то свое, как бы, принести в огромный мир музыки. Вот, чтобы говорили, а да, вот эта песня, как бы, под грузовиком. За прошедший год у нас было 18 концертов, вот, в разных концах Украины. И это было очень большим уроком и очень большое приобретение опыта для нас. А насчет чего-то похожего, скажем так, есть люди с похожими лицами, и есть люди, которые стараются быть похожим на кого-то. То есть они делают такую же прическу, они делают такой же макияж, они, как бы, есть такое слово, закос. Вот они, как бы, косят под кого-то. Но мы, как бы, если даже и что-то в эту сторону копнуть, мы люди с похожими лицами. Первый наш концерт был, да, в Днепропетровске, там, в Днепропетровске, значит, карьер. Вот. Мы играли, и мы не знали, как народ примет. То есть мы играли, ну, просто шаманили для себя, как бы. Потом, когда мне все начали подходить, чуваки клево, там, улыбаются, классно, там. Да, был шок, но такой положительный шок, у всех глаза горели, потом не было еще ни одного концерта, чтобы люди не улыбались просто. И настолько приятно вот нести этот кайф людям, ну, не то чтобы вот я такой клевый, я вот могу это. Нет, просто на самом деле хочется, ну, порадовать людей, то есть не ради себя, а ради них. Потому что в наших концертов не бывает обычно никаких драк, никаких мордобоев, ни тем более, более серьезных. Их как бы не было. Все мы друг к другу грузовики. Все мы возим друг друга, друг в друге. Это формула группы «Я и друг, он грузовик». Почему наше название так, почему оно так звучит? Потому что мы очень любим грузовые машины с детства. Вот как все мальчишки любили играть в футбол, войнушки там, и любили рисовать в своих тетрадках грузовые автомобили. И нам почему-то показалось, что мы очень в чем-то очень похожи на них, что мы такие же красивые, как они. И еще мы очень хотим, чтобы все люди на земле дружили, чтобы не было войн. И считаем, что дружба – это очень хорошо, очень свято. Мы не считаем себя такими сильными личностями, которые были в 70-х годах, как Джим Моррисон, Джон Леннон, Дженнис Жоплин. Это просто совсем отдельный пласт культуры, отдельный пласт музыки. А мы – это уже совсем другое. Мне почему-то кажется, что наша музыка – это вот нечто было в Британии в конце 80-х годов. Появилась такая «Манчестерская волна», как ее назвали. Группы типа EMF, Happy Mondays и так далее. И мы, мне кажется, это просто небольшой такой всплеск, но всплеск в одном лице. А мы говорили слово «шаманить», да, но еще вначале мы говорили, что мы играем. Вот если даже и шаманить, то это просто игра в шаманство, скажем так. Хотя в некоторых музыкальных изданиях уже пишут – вокалист бегает по сцене кругами, вероятно, шаманит. Все сильные личности заканчивали жизнь самоубийствами. Ну да, все сильные личности заканчивались, имели дело с наркотиками, с всякой гадостью и тому подобным. Ну то есть, а мы как бы не хотим, и у всех этих группах, у них был такой вот разброд, как бы вот лидер, а вот остальная группа. Мы так не хотим, мы хотим, чтобы мы были всегда трое. В нашей группе как бы абсолютного лидера у нас нет. Мы коллектив, мы песни пишем все вместе. Просто они не обделены поэтическим даром, поэтому они не пишут текстов. Вот, а все абсолютно песенки мы придумываем все вместе. И просто, наверное, если даже человек является сильной личностью, наверное, будет нескромно ему же говорить о том, что я сильная личность, я там могу. Лучше все-таки сделать что-то, а потом об этом не говорить. Просто пусть это другие скажут, сильная это личность или нет. Не нам это судить, в принципе. Я не могу сказать, что да, я. Хотя иногда хочется это себе. Еще хотелось бы сказать вот о чем, что никакая, так как мы как бы грузовики, какие-то механизмы, то хотим рассказать, что очень плохо дружим с какими-то видео-аудионосителями, вот почему-то. И всех, кто действительно вот заинтересовался, может быть, каким-то образом нашим творчеством, мы с удовольствием приглашаем на наши концерты. Потому что пока у нас только на концертах получается то, что мы задумываем на 100%. А всякие студийные варианты, съемки, это все-таки уже не то чуть-чуть. Мне почему-то кажется, что если бы мы стали жить в Киеве, мы бы всем примелькались, и всем бы быстро надоели, все подумали бы, ну да, да, хорошая группа. А так мы уехали, нас нет, и все скучают и говорят, когда же не приедут и дадут концерт в Киеве. Вот. Мне кажется, что это беда всех музыкантов, которые где-то живут на периферии. Они все рвутся в центр и как бы забывают свои любимые города. Вот. Надо все-таки быть патриотами и отстаивать то, что там. Потому что настоящая кровь, она живая, она течет на периферии. Как бы не в обиду столичным музыкантам. Не, ну в принципе, в принципе, можно оставаться периферийным человеком, живя в столице. Просто главное быть бароном и не слушать то, чему тебя учат люди, которые говорят, что мы, а ты, мы тебе можем рассказать, ты слушай. То есть всегда есть выход, всегда есть компромисс, и всегда это можно. И вообще, это неважно, прописка в паспорте, это настолько неважно, где ты прописан, где ты живешь. И как, ну это может быть, да, для шоу-бизнеса, это вот для обозначения. Нет, ну конечно, выгоднее там не покупать постоянно билеты на поезд, да. Ну, просто, наверное, кайфа будет меньше. Передача существует уже несколько лет, насколько я знаю. И как бы вот музыканты бросаются совершенно, как это сказать, в условия максимальной экстремальности. То есть абсолютное неслышание себя на сцене, так называемый, вот, как бы такой вот плоский, неконцертный звук, стычки со звукорежиссурой и тому подобные вещи. Вот, но я считаю, что группа, которая выстояла, группа, которая там сыграла и записалась, они достойны того, ну это как альпинисты взошли на какой-то холмик, вот. Подожди, они не провалились сквозь решето, вот. Грамотное название, потому что все музыканты действительно просеиваются, как сквозь сито, вот. Кто провалился, кто задержался, вот. Это уже показывает украинский шоу-бизнес. Мы бы хотели, чтобы не охладевал интерес к живой музыке, чтобы обращали побольше на нее какие-то вот эти вот самые структуры, от которых зависит музыка, побольше обращали внимание на молодые группы, на такие группы, как мы. В частности, вот на группу «Я и друг мой грузовик». Дружите друг с другом и не забывайте, что все мы друг к другу грузовики. Бип-бип. Бип-бип, бип-бип. Бип-бип.